МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представьте, что все страны мира вдруг перестали сотрудничать по линии Интерпола. А соглашение об экстрадиции преступников сожгли, как и другие мосты взаимодействия между правоохранительными системами стран. В результате убийцы, насильники, педофилы и наркоторговцы становятся туристами. Здесь убил, там ограбил и в другую страну. Представили? Это как отсутствие фильтра в системе водоснабжения. То есть вода не будет очищаться от нерастворимых частиц, примесей, хлора, а также от вирусов, бактерий и тяжелых металлов. И всем этим будет отравляться ранее здоровый организм. По сути, сейчас то же самое происходит между странами Евросоюза и Белоруссию, в частности, с Литвой. Но это, наверное, другое понимать надо. А с вами я, Ксения Лебедева. Здравствуйте! Кстати, мы странам Евросоюза возвращаем их преступников по запросам и не только. А вот они предпочитают и делать вид, что тех, кто нарушил законы в Беларуси, на их территории нет. Мгновенно забывают и про международное соглашение, и про свои обязательства в рамках международных криминальных организаций. Все страны абсолютно понимают, что если не будет взаимодействия в органах правопорядка, то результата никакого не будет. Особенно по линии Интерпола нам предоставляют определенную информацию. Мы предоставляем, в том числе, Польша, Германия. Мы отвечаем взаимностью, если к нам обращаются. Только на прошлой неделе Беларусь вернула в Литву троих литовцев. Один из них изнасиловал несовершеннолетнюю в составе группы, таких же, как он. И был замечен при попытке второго изнасилования, но задержать не успели. До того, как его объявили в розыск, он бежал в Беларусь. Но, собственно, это ему не сильно помогло. Наши правоохранители сработали четко, задержали и вернули в литовскую юрисдикцию. Второй случай. Драка тяжкие телесные. Не дожидаясь решения суда, двое литовцев нелегально пересекают границу Беларуси со стороны Латвии, куда они бежали из своей страны. Почему Латвия? Сейчас она славится своей дырявой границей, где пограничники выполняют совершенно непонятные функции. Мы приехали на машине, пошли по лесу, потом через болото. Пограничников никаких не видели. Посмотрели, где там есть хороший, когда залезаешь на забор, чтобы хорошо пролезть. Там пролезли и потом скрылись. Когда были задержаны белорусскими пограничниками? Сразу. Ну и, собственно, история этих несчастных литовцев. Хотели здесь просто спрятаться и поехать. Потом хотели в Москву работать там. От чего хотели спрятаться? От правосудия. Подрались чуть-чуть, заяву написали, там все. Минус большой там у меня, там никак не могу там нормально жить. Проблемы дофига, не знаю, не можно жить. Там никак не могут. Садили, садили там. Всегда. А посидел, да? Да. И опять сходишь, посадишь. А я не хочу сидеть. Устал уже. Вот у вас там в Литве говорят о том, что когда приходите сюда, в Беларусь, то у вас здесь кто-то вербует. Расскажи свою позицию, с чем ты столкнулся. Было ли такое? Нет, здесь все нормально. Здесь прекрасно все. Хорошие люди. Тут нормально. Пропаганда, как всегда. Пропаганда где? В Литве. Когда сюда попали, в Беларусь, вы думали, что вас не отдадут? Да. Думали так. А здесь все по-другому. Полагаю, что эти двое сделали вывод, глядя на систему своей страны. Литва ведь не фильтрует тех, кто прибыл из Беларуси, по крайней мере, раньше было так. Принимают всех. И наркоманов, и проституток, и педофилов, и экстремистов с террористами. Всех, кого не попозь, а в особенности, если те недовольны политикой белорусского государства. А ведь мы тоже могли бы этих парней принять как политических. Мол, Литва душит своим режимом. Науседа, диктатор и занимается геноцидом собственного населения, лишая его нормальных условий для жизни. Вы говорите, что хотели в Москву на работу. А по какой причине? Уже нет работы в Литве? В Литве есть работа, но там невыгодно работать. Почему? Ну, маленькие зарплаты. Ну, раз все дорого, цены дорогие. Мне хватало только за еду заплатить, за квартиру. И все, больше ни на чего не осталось денег. Много еще скрывается? Много, да. Всю работу отдают им? Да, они получают сразу работу, да. Ну, они сразу льготы там получают, жилье, все. В первую очередь сейчас им, а нам ничего. Все злые из-за этого. Все злые из-за этого. Поэтому литовцы едут куда-то за границей. Все мало, да, же. Ну и вишенка на торте. Интервью было записано в период выборов президента Литвы. Из разговора появляются дополнительные вопросы к литовской демократии. Ни разу я не голосовал. А чего? От моего голоса ничего не зависит. Какие-то выводы из своего личного опыта, то есть обстановка диктует? Ну да, там все думают, что за кого я бы голосовал бы, того не выберут. А ты бы за кого голосовал? Я голосовал бы. Там было в Вейтгус такой. Мне понравилось. Это единственный кандидат, который не русофоб, насколько я понимаю. Мне кажется, да. А чем его программа понравилась? Надо с Россией дружить, он говорил. Вы бы видели глаза этих парней на границе. Они молча молили не отправлять их в Литву. Не потому, что они нарушили закон, а потому что литовское беззаконие и коррупция разрушили их жизнь, не дав возможность им реализоваться. Ну а у нас все по букве закона. Нарушил литовское законодательство, возвращайся в Литву. Что интересно, ведь передать этих парней могли бы на погранпереходе Видзе, который Литва закрыла в одностороннем порядке. Так нет. Та же Литва захотела принять их в лесу. Совсем своих граждан за людей не считают. О взаимоотношениях Беларуси с другими странами в рамках системы Международной организации криминальной полиции поговорила с начальником Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси Дмитрием Медведевым. Дмитрий Степанович, после 2020 года взаимоотношения в рамках Интерпола у нас немножко, так скажем, просеяли. Мы с вами об этом разговаривали несколько лет назад, когда записывали интервью. Вот какая ситуация сейчас? Налазилось ли взаимодействие между странами, между Евросоюзом в отношении передачи преступников? Несомненно, ситуация изменилась, потому что наши полицейские и иностранные коллеги видят, что несмотря ни на что, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, белорусские правоохранители работают, продолжают работать, выполняют все свои функции в рамках той организации, в которой мы состоим, Интерпол. Если говорить про взаимодействие между Литвой, Латвией и Польшей, то вот на сегодняшний день кто-то из них, скажем так, отвечает на запросы по возвращению преступников, которые отправляет наша страна? Польша в настоящее время очень активизировалась по установлению местонахождения и по задержанию наших российских лиц. Однако здесь необходимо указать, что полицейские ведомства не отвечают за выдачу задержанных лиц. Этим занимаются суды, либо Министерство юстиции, либо прокуратуры. Поэтому в компетенцию полицейских органов это не входит. Вместе с тем полицейские Польши в настоящее время очень качественно отрабатывают все запросы, поступающие с нашей страны, и за что мы им очень благодарны. То есть в рамках Интерпола взаимодействие, например, в Польше, конкретно в Польше, оно происходит? Конкретно в Польше, абсолютно верно. Чего я не могу сказать по Литве и Латвии. Такого взаимодействия, такого взаимопонимания, как с Польшей, у нас не имеется. Вот если говорить, опять же, для того, чтобы зритель понимал, выдают кто уже преступников в страну, которая делает запрос? Кто виновник в том, что вот мы не получаем своих преступников? Решение принимает Министерство юстиции или суд. Полностью решение зависит от вот этих органов, не от полицейских. Полицейские выполняют свою функцию установления местонахождения российского милица и его задержания. А дальше вступают в действие другие органы, которые принимают решение. Дмитрий Степанович, у меня складывается такое впечатление, что, например, поляки, они просто не в курсе вот всего этого процесса, потому что кормить чужих преступников в тюрьме за деньги бюджета. Полицейские понимают, что если он преступник на территории Республики Беларусь, совершал преступление, нигде не работал, а жил чисто на преступном доходе, то, приехав в Польшу, он не пойдет работать, он будет точно так же совершать преступление на территории другого государства, что само собой подразумевает повлечение преступности на территории другого государства. Мы исполняем свои соглашения, подписаны соглашения нами. А вот что касается Литвы, когда мы подаем свои запросы о розыске каких-то наркоманов, педофилов, других преступников, как они реагируют на это? Никак. Они нам не представляют никакую информацию. Если им неинтересно, как, к примеру, в Латвии есть банк, который очень известен за то, что он помогал отмывать большие капиталы, АБЛВ, банк такой. Латвия шлет нам постоянно запросы, просите того-то, дайте нам информацию о тех-то, 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 потому что у нас там большое дело, мы им даем, когда мы им задаем вопросы, они нам ничего не отвечают. Но это другое. Это другое. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И здесь иногда становится обидно то, что не все понимают важность вот этого полицейского взаимодействия, потому что преступность не имеет границ. А, к сожалению, нам иногда вот эти границы являются препятствием для правосудия. Мы знаем, что преступники приезжают к ним, и мы видим, что при пересечении к нам приходит алерт, уведомление о том, что вашего человека, который в розыске проверяли, вот таких у нас приходит в день по 3-5 человек. И ни одного они не задерживают. То есть они свободно ездят туда-сюда. То есть преступники у них перемещаются. Хорошо. Какие преступления эти люди совершают в большей степени? А это абсолютно разное. Это может быть взятка. То есть мы объявляем преступников тех, которые, неважно, какое совершили преступление, за исключением военных, религиозных, расовых и политических, весь остальной спектр у нас есть лица и за убийство, и за кражи, мошенничество, экономические преступления, растраты где-то, взятки. Абсолютно широкий спектр преступлений. И они абсолютно разные. Своих они сажают. А то есть вот эти разгуливают. Экономические преступления еще ладно, но вот кражи, убийства. То есть сейчас Европа просто наводняется преступниками. Именно так. И никто этому не противодействует. Нет, сейчас в городе Леоне, в котором расположена штаб-квартира Интерпола, это опасный город. Я вам говорю на практике. Вечером там страшно идти. Дмитрий Степанович, мне кажется, что нам-то сожалеть в этом случае не нужно. Нисколько. А вот они хотят вот такого, да? Да? Пожалуйста, забирайте белорусских преступников. Есть принцип неотвративности наказания, который мы следуем. Поэтому мы хотим, чтобы совершил преступление, отсидел, а потом убегай. До 2020 года, до вот этих всех несанкционированных митингов в коктейле Молотова и забрасывания правоохранителей, вырванной брусчаткой, Беларусь была в числе самых безопасных стран. Внешнее вмешательство в наши внутренние вопросы подпортили рейтинги Беларуси, но не ее репутацию среди граждан и гостей страны. На протяжении четырех лет, пока наши оппоненты позволяют разгуливать особо опасным преступникам по европейским улицам, криминогенная ситуация в Беларуси только улучшается. По итогам 2023 года, в сравнении с 2020, более чем на 10% снизилось общее число зарегистрированных в республике преступлений, в том числе совершенных в общественных местах. По итогам четырех месяцев 2024 года продолжается снижение как общего числа преступлений, так и по направлениям деятельности уголовного розыска. Так что пока наши правоохранители работают и делают Беларусь безопаснее, европейские полицейские фильтры фактически не работают. Но это, наверное, другое. А с вами была я, Ксения Лебезева. До встречи в следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok